Власть в городе сформировалась и законодательная и исполнительная. На заседании городского совета побывала Лариса Панина. Главным вопросом заседания Совета депутатов 13 октября, несомненно, было назначение главы города, он же глава администрации. В соответствии с функционалом, на период работы комиссии по выборам главы города, назначить временно исполняющего обязанности главы можно из числа его заместителей. Председатель Совета депутатов Николай Гречишников предложил совету рассмотреть кандидатуру Евгения Смышляева, на тот момент являющегося заместителем главы администрации. Вторую кандидатуру Александра Холикова, заместителя главы администрации, предложил депутат Александр Невский. Во время обсуждения кандидатур сначала вопросы были заданы Евгению Смышляеву. У меня информация, что ситуация бюджета у нас очень напряженная. Через три месяца мы входим к главнику в 2017 год, который, я знаю, и все со мной согласятся, будет не менее напряженность, еще больше. У меня такой вопрос, параметры 17-го бюджета и вкратце немножко по 16-му, что мы какими результатами не входим на выживание. В соответствии с бюджетным кодексом администрация города должна внести в Союз депутатов до 10 октября бюджет на 2017 год. Собственно, мы это сделали. Основные параметры бюджета, сформированные на 2017-го года, они ориентированы на показатели исполнения 2016-го года. В принципе, по всем основным строчкам в наших доходах хватает, чтобы выйти на исполнение 2016-го года. То есть, на 2017-й год по включенным показателям не будет хуже, чем исполнение 2016-го года. То есть, это большая работа предстоит нам. Соответственно, что касается 2016-го года, в принципе, основные все налоговые доходы мы идем с увеличением. То есть, в принципе, здесь сбор у нас нормальный. У нас есть две строчки, которые мы, соответственно, не исполняем. И тоже вы знаете все эти истории. Первая история связана с ареной земли, соответственно, мы ее не исполняем. И вторая, это связано с инвестиционными контрактами, то есть с теми поступлениями, которые должны нам строители в рамках реализации строительных инвестиционных проектов. Но, вы знаете, у нас есть несколько замороженных строек, ну или находящихся, так скажем, в такой блатентной состоянии стадии. Поэтому в 2016-м году мы недополучаем средства по этому инвестиционному контракту. Но у нас сейчас проводится очень большая работа. Мы теми доходами, которые мы, соответственно, перевыполняем, пока по нашим оценкам, то есть у нас активно работает комиссия по мобилизации, она работает в ежедневном формате. Мы должны эту нехватку по этим двум строкам, соответственно, компенсировать той работой, которую мы проводим по налоговым доходам. Соответственно, выйти на исполнение тех показателей, которые у нас внесены в бюджет 2016-го года. Но предстоит большая тяжелая компания работа. Затем выступил Александр Хуликов. Вы сейчас слышали от предыдущего оратора по части предстоящего объема работ, который предстоит сделать буквально месяц-два. Это простое время, что для временной, словно еще обязанности, должен будет этим заниматься. Я хочу, чтобы вы все правильно меня поняли. Тот блок работы, который на сегодня на мне не любит, а это ЖКХ, это вхождение в зиму, это подготовка к городам в зиме, это подготовка к содержанию дорог и много-много чего. И масса проблем, они, конечно, не дадут мне просто в том объеме исполнять все то, что вы на меня хотите сейчас возложить. Поэтому я считаю, что правильно было, чтобы промежуток времени до избрания законного главы города, городом руководил человек, который умеет это делать. Поэтому я беру сам ответ, если это возможно. Таким образом, депутаты вынуждены были либо голосовать на безальтернативной основе, либо принимать какое-то другое решение. Председатель совета и еще несколько его коллег главным аргументом решать вопрос о назначении сегодня выдвинули следующий. Дайте завершить год тому, кто его начал. Город должен дальше жить и город дальше должен развиваться. Да, в городе очень много проблем. Да, вы все знаете, мы все знаем о том, что перед теми же выборами граждане города именно ставили вопрос о том, что не совсем нравится то, что творится в администрации, то, как живет город. И просили, чтобы город как-то изменился, и нужно, говори, нести изменения в жизни города. Евгений Викторович отработал на этой должности сколько? Два года где-то. Возможно, что первые годы – это годы становления, годы развития, в которых здесь все было. Что-то было хорошее, что-то было плохое, менялось много. Я думаю, что последние два месяца, которые, ну, два-три месяца, два мало-три месяца, которые будут посвящены выборам нового главы, город должен дальше жить и развиваться. Поэтому, если альтернативы нету, никого мы не можем, и никто из депутатов так реально желавших не идет теперь, то давайте тогда и оставим Евгения Шерчаевна. Возьмем, дадим возможность ему доработать. Тем более то, что ситуация действительно сложная, с бюджетом, но она никогда не была легкой в последние годы. Поэтому он брал на себя обязательства по этому году. Мы утверждали предыдущий состав его обязательства. Давайте не дадим. Поэтому мое предложение – не затягивать нам этот процесс выборов, а проголосовать и закрыть этот вопрос, дать доработать нынешний сезон тому, кто его на чем надо. Вопрос, который наверняка волновал многих, сформулировал депутат Александр Кузьмиченко. Планирует ли Евгений Смышляев в дальнейшем идти на выборы главы? Это не вопрос, на это можно не отвечать. Но вот есть такая тонкая грань, да, которая она сейчас может беспокоить. После активного обсуждения депутаты перешли к голосованию. В соответствии с регламентом оно было открыто. За назначение Евгения Смышляева временно исполняющим обязанности главы города проголосовали из 20 присутствующих 11 человек. Двое депутатов проголосовали против. Семеро депутатов воздержались от назначения Евгения Смышляева на должность в Рео главы города. Таким образом, большинством голосов Евгений Смышляев был назначен на должность временно исполняющего обязанности главы города, он же глава администрации. В этот день депутаты также избрали заместителя председателя Совета депутатов. Кандидатуру Александра Кузьмиченко предложил Николай Гречишников, добавив, что в дальнейшем депутаты могут рассмотреть вопрос об увеличении, если это будет необходимо, количества заместителей. В результате тайного голосования за Кузьмиченко проголосовали 17 человек, трое – против. Таким образом, Александр Кузьмиченко был избран заместителем председателя Совета депутатов. На заседании депутаты также утвердили состав рабочих групп по внесению изменений и дополнений в различные положения, в их числе о регламенте Совета депутатов, о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы города, об общественной палате, о помощниках депутата, о постоянных депутатских комиссиях, об уставе города и в другие. Депутаты приняли решение о присвоении звания почетный работник образования города Лобня педагогам лицея Татьяне Дубровой, Наталье Елисеевой и Александру Папересу. А также утвердили план работы на четвертый квартал, график приема жителей главой города и депутатами Совета, рассмотрели состав депутатских комиссий, а также другие вопросы. Лариса Панин, Алексей Бойко, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова